В администрации состоялся еженедельное оперативное совещание с руководителями управлений, служб и ведомств, которые проинформировали главу округа Владимира Волкова о работе, проделанной за неделю. МВД Люберецкая работает в усиленном режиме. Поступило 2450 обращений граждан. Возбуждено 31 уголовное дело. 24 раскрыто по горячим следам. Произошло 190 ДТП. В авариях пострадало 6 человек. Было одно убийство на Ухтомской стороне. Человек задержан, арестован. Следственный комитет проводит проверку. Огнеборцы Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона по сигналу тревога выезжали 67 раз. 8 из них на пожары, которые произошли в Котельниках, Латкарина и Люберцах. 7 ноября в 11 часов 30 минут город Люберцы, Октябрьский проспект 411. Это цех цельнометаллический, размером 140 на 10. В результате пожара обгорела производственная печь полимеризации порошковой краски на общей площади 20 квадратных метров. Страдавших нет. 3 ноября поступил сигнал от жителей микрорайона Восточный, поселка Октябрьский, на несанкционированный завоз отходов. Люберчане попытались пресечь попытку свалить мусор, но это не удалось. Номера грузовиков были зафиксированы. Жители обратились в администрацию. 3 ноября уже в 12 часов нарушитель приступил к вывозу отходов. И уже вечером все отходы были вывезены. Объем вывезенных отходов составлял более 40 кубов. Мы благодарим Николая Павловича за активную позицию в борьбе с нарушителями в области экологии. Люберчанину Николаю Болтову, который наиболее активно препятствовал нарушению и передал информацию, глава округа вручил благодарственное письмо и книгу по истории Люберец. Также в ходе планерки Владимир Волков представил нового первого заместителя главы Илью Матавилова. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.